Привет! Этот ролик будет не совсем стандартным для моего канала, потому что в нем я пообщаюсь с четырьмя продюсерами, которые работают в основном на западный музыкальный рынок. И задам им в том числе те вопросы, которые вы писали под моим постом в Телеграм-канале. А в конце ролика вас ждет жирнейший и интересный анонс, так что досматривайте до конца. Ну и обязательно поставьте лайк этому видосу, потому что он неформатный для моего канала и для него особенно важна ваша поддержка. Заранее спасибо и переходим уже к нашим гостям. Больше всего я заработал денег, как ни странно, не с битов. Первую продажу я сделал через две недели. Мой самый крупный чек за один бит — 4 тысячи долларов. Бистарс используется только крупными продюсерами. Написать бит — это лишь 10% от всей работы. Ничего нет на мастере. Все звукори п***ят. Слушай, а что за вопрос был? Я Илья, мне 19 лет. Делаю биты уже три года. Зарабатываю на этом деньги и кайфую. Дай биточку прод в Инстаграме. Меня зовут Булат. Мой продюсерский ник — продбай джефф. Я занимаюсь музыкой, наверное, всю жизнь, потому что я закончил музыкальную школу. Биты я попал в году 18-м. Профессионально уже как-то серьезно к этому начал относиться в году 21-м. Всем салам алейкум. Меня зовут Ренат. Известен как Хомбре. Хомбре Дэм. Пишу биты, сэмплы и лупы в Детройт и в Искос стиле. Меня зовут Фердафс. Мне 27. Я начинающий битмейкер. Ну как, битмейкер уже не начинающий, грубо говоря, а вот именно начинаю только-только свой путь в западную индустрию. Большинство, я думаю, из вас как раз-таки таких, как я практически. Я работал с западными артистами Куанда Ронда, Каллбой, Ноу Кэп, Омбэ Пиззи и многие другие. Работал с такими артистами, как Роди Рич, Энбэ Янг Бой, Туси, Лил Попа, Талибан Дуда. С русскими, кстати, тоже работал. С Рокетом, с Джимбо, ну и с Лав Сик Сик. Я работал с такими артистами, как Джей Физл, Лил Попа, Ральфи Зе Плаг, Тейк Джей и очень-очень большой список Детройт и Воскос артистов. Плейсов пока крупных таких каких-то нет, но в ближайшем будущем они 100% появятся, я в этом более чем уверен. Вот сегодня как раз у меня вышел альбом, который я полностью спродюсировал, там 13 треков крупного артиста Воскос. На той неделе у меня вышел первый крупный русский релиз, это Трувер, трек 23, вы, наверное, его уже слушали. Я сделал его со своим кинтом Райза. Я смотрю в камеру, а как будто следовательно. Отличается ли западная индустрия от СНГшной? Да, конечно, отличается, как минимум ценами и возможностями. Я вообще в целом недавно начал всем этим заниматься и уже могу сказать то, что есть огромные отличия. Отношения к продюсерам совершенно разные в двух индустриях. Когда ты взаимодействуешь с русскими артистами, они не так сильно идут на контакт, как, допустим, западные. То есть ты даже банально как-то просто нашел в Инстаграме какого-то артиста, который плюс-минус подходит под твой жанр. Просто написать ему, да, и как-то попросить контакты, почту или еще что-то, они намного охотнее идут на коннект вообще, чем российские артисты. У нас в России все строят себя какими-то большими дядями, и вот на Западе такого нет, там все как-то просто относятся к бизнесу. Они пытаются русские артисты копировать, но все равно менталитет русский это отличается. И подход к работе, и к музыке совсем разный. Музыкальная индустрия в России, она существует, но она не того уровня, который существует на Западе. Самый эффективный способ продвижения лично для тебя? Для меня самым эффективным способом продвижения является работа в Инстаграме, нахождение коннектор и дальнейшая рассылка своего материала по почте. Просто пишешь им в личку, просишь их контакты, и начинаешь просто рассылать и как-то с ними коннектить. Ну и, кстати, можно как вариант еще рассмотреть, наверное, Инстаграм Рилс. В своем продвижении я использую в основном Инстаграм, потому что это очень удобная площадка как для связи с артистами, так и для продажи битов. Через Инстаграм у меня в основном все строится на человеческих взаимодействиях, то есть я общаюсь с различными артистами, менеджерами, продюсерами, ну и все в этом духе. Битстарс можно считать инструментом продвижения? Сейчас нет. В 23-м году, когда Битстарс взял комиссию на продажу битов, Битстарс используется только крупными продюсерами. Сколько нужно времени уделять соцсетям и каким образом? Окей, хороший вопрос. Я уделяю время соцсетям ограниченным. Не просто прийти и залепать в них, а поделать полезные действия. Условно найти артиста, отписать ему, послушать материал, кто что сделал. Возможно найти свои какие-то сниппеты и обязательно с кем-то нужно законнектиться, а не просто сидеть и терять время, листая рилсы. Условно кто-то может зайти в Инстаграм и начать листать там рилсы, да, как-то какие-то смешные видосы смотреть, либо еще что-то. Это же время самое можно проводить с пользой. Также, допустим, смотреть сторисы, но смотреть сторисы тех же артистов, отмечать им какие-то реакции, закидывать и всячески налаживать коннект с ними. И их прогреваешь, да, и сам свою активность показываешь. Хотя в рюсах тоже иногда можно посидеть, там сейчас попадается очень много начинающих артистов, которые делают хороший звук, которым можно предложить свои биты и с ними поработать. Я, скорее всего, уделяю своим соцсетям около 80% своего рабочего времени, потому что это неотъемливая часть бизнеса, ведения бизнеса, потому что там у тебя происходят коллаборации, продажи и все вот эти вот моменты. Время такое, битмейкеры появляются, битмейкеры пропадают, каждый день новый материал, очень много музыки выходит. Нужно быть постоянно в поисках, постоянно что-то выкладывать, постоянно быть в поле обозрения других битмейкеров, чтобы артисты вас еще видели. Постоянно-постоянно как-то крутиться, что-то делать, кого-то искать. Это может занимать достаточно количество времени, несколько часов в день, может даже больше, может весь день занимать. Бывает такое, что я сижу в Инстаграме с утра до вечера и просто ищу новых продюсеров, новых артистов. Могу не написать ни одного бита, но зато в перспективе мое потраченное время будет мне только в пользу. Вы должны быть постоянно на виду, постоянно что-то постить. Даже если это небольшой плейс, какого-то артиста, у которого 300 подписчиков. Главное, чтобы он хорошо, нормально звучал. На первых порах вы должны все выкладывать, чтобы набирать его аудиторию, чтобы раскручивать свой аккаунт. Когда-то ноунейм, как тебе получить коллаб и через это плейсмент? Коллабы вообще в ру-сегменте и в США отличаются просто максимально. Если в ру-сегменте ты коллабишь с продюсером OG Buda, ты вообще типа крутой тип. В западном сегменте это же вообще типа обыденное дело. И каждый с каждым коллабит, каждый с каждым берет плейсмент и зарабатывает деньги. И это считается нормой. То есть ты можешь спокойно закидывать свои лупы каким-то крутым продюсерам, потому что они делятся своими почтами спокойно. Конечно, берут платные коллабы, но не так часто. Чтобы получать какие-то коллабы, то в любом случае нужно взаимодействовать с другими какими-то продюсерами, с другими людьми, с другими артистами. Опять-таки, говорю же, это вопрос больше усилия. Если ты действительно хочешь, ты в лепешку расшибешься, но какие-то коллабы, какой-то результат ты в любом случае получишь. То есть нужно просто делать, делать, делать и все. Если вы хотите получить коллаб, вы должны быть интересным, вы должны уметь разговаривать с людьми, а не просто так писать всем привет, погнали коллаб. У вас у всех есть шанс поработать с каким-то крутым западным продюсером, который спокойно вам может заплесить Lil Baby и ничего взамен не попросит, никакого платного коллаба. С продюсером Олджи Будда делал коллаб? Нет, не делал. В смысле не делал? Риор Ищ Мани. У него Олджи Будда? Да, в 20-м году. Пацаны, у меня есть коллаб с Олджи Будда продюсером. С оформлением авторского права и вообще договоров на Западе, ну как и в России практически. Если ты подаешь бит какому-то no-name рэперу, ты можешь спокойно просто принять деньги и без всяких бумажек и без paperwork. А если же у тебя дела какие-то с большим мажорным лейблом, ты крупным артистом, то там без больших контрактов, которые состоят из несколько десятков листов, которые нужно прочитать обязательно, подписать. И все это нужно делать и самому, а с музыкальными юристами и менеджерами, то дела обстоят с этим там вот так. Что тебе нужно написать, чтобы ты согласился на коллаб? Ну, к примеру, чтобы как-то меня заинтересовать, я делаю определенный звук. Начинающий битмейкер, он может послушать мои биты, послушать мои плейсменты, послушать, чем я вообще занимаюсь, что мне нравится, выразить респект и просто предложить закинуть каких-то лупов, которые с большой вероятностью точно мне зайдут. Кстати, вот, Ренат, ты сказал то, что тебя нужно завлечь как-то и просто так написать, типа, го, поработай мне, работай. Я только так и пишу, и типа, всегда срабатывает. Понял, у меня есть демы, которым я пишу там, типа, 3 миллиона, я ему пишу все равно, типа, йоу, братан, давай работать, по-братски. Брат, здорово, мне нравится твой звук. Да. И при этом отвечают иногда. Какие на западном рынке цены? Продавая ноунеймом, лизинг от 50 долларов за вавку, там, анлимка за 200 долларов. У меня есть только обычная аренда, анлимитед аренда и эксклюзив. Обычная аренда стоит 50 долларов, анлимитед 100 долларов. Вот, эксклюзивные права, там, от 500 минимум, если это просто какой-то ноунейм. Если ты продюсируешь какого-то мейджор артиста, то, скорее всего, лейбл заплатят тебе от 1 тысячи долларов. Это вот минимальная такая цена. Могут, конечно, и скинуть, но если у тебя грамотный юрист, грамотный менеджер, то, скорее всего, ты не получишь меньше тысячи долларов. Ну, от тысячи и выше. Смотря какой ты продюсер, зависит от твоего имени и твоего менеджмента, юриста и артиста. Какой у тебя самый большой чек? Самый крупный чек за 1 бит был 4 тысячи долларов. Это был трек с Куандарондой, Терридау на альбоме Рекавери. Крутой трек, советую послушать. Крутите Royalty Publishing. Ты до сих пор продолжаешь с него получать? Да, с этого трека я до сих пор получаю отчисления. Помимо авансов 4 тысячи долларов, я также получаю хорошие деньги с процентов. Например, с паблишинга там уже пришло порядка 700 долларов. И еще будет приходить, считай, по жизни, пока трек там не перестанут слушать. Как ноунейму начать продавать биты? О, это хороший вопрос. Это как раз для меня. Если бы сейчас, в 2023 году, я начал все с нуля, скорее всего, первое, что я бы делал, это зарегистрировался в Инстаграм. Начинал как-то находить какие-то коннекты, общаться с различными людьми, которые присутствуют в данной индустрии. Артисты, битмейкеры, лупмейкеры и так далее. Нужно обзавестись окружением, да, естественно, теми людьми, которые занимаются тем же самым. И просто коллабить, коллабить, коллабить. Ну, естественно, находить артистов, которые там работают в таком же жанре, как и вы. И, соответственно, прям долбить им личку везде, взаимодействовать с ними. Общение наше все. Общение, оно вывозит тебя на новый уровень. Если вы новый битмейкер и вы не зарабатываете ничего, значит, вы ничего не делаете. Потому что, когда я только начал продавать биты, первые только мои дни, первую продажу я сделал через 2 недели. Уже через 2 недели. Это была продажа 8 долларов. Я продал на площадке Бистарс 1 бит. Продавать биты я начал в 2018 году. В то время это было не так все развито. Начал я, как ни странно, с кальян рэпа во Вконтакте. Первая продажа у меня была через полгода. Я заработал 3 тысячи за эксклюзивные права на какой-то кальянный бит. И тогда я просто думал, что вообще происходит? 3 тысячи рублей, а шалеть. Вот это была моя первая продажа. Я ей горжусь и буду помнить о ней до конца своих дней. Что ты берешь? Я сейчас за 2 подаю. Реально? Нет. Если вы не залетите в тему и не начнете в ней как-то что-то узнавать, вы не начнете продавать биты. Надо смотреть ролики, ознакомиться с новыми людьми в вашей сфере, общаться. И на общение вы далеко поедете. Просто найдя одного человека, пообщаясь и так далее, вы дойдете до Лилбэ. Короче, у меня, это вопрос уже от меня. Телеграм-чатики, это само по себе имеет какую-то ценность или там в основном просто... Вот честно, я скажу, телеграм-чат там сделал мою жизнь. Один там телеграм-чат. От Спенсии, Битбизнеса, Саламси. Ты говорите это? Да, оставил. Когда я начинал, этого телеграм-чатов не было, а были ВКонтакте чаты. И я достаточно много сидел во ВКонтакте чатах, познакомился там с огромным количеством людей, которые до сих пор присутствуют в моей жизни. Такие же телеграм-чаты для начинающих, я думаю, сейчас есть. Но я бы советовал подступать, потому что там, ну, достаточно просто взаимодействовать с людьми. Телеграм-чаты это имба. Вообще, типа, смотря какие, опять же, телеграм-чаты и в какие люди в них там обитают, какое окружение ты вокруг там себя устраиваешь. Что на мастере? На мастере Soft Clipper, и все. На мастере, как и у всех. Так что вообще на мастере вешают обычно? На мастере, пацаны, толка соль в путь. У меня на мастере, как и у любого уважающего себя продюсера, три Озон 9, Озон 10, Озон 8, два эквалайзера. Салон Гудизер, ладно, ребят, на самом деле, все намного проще. Один фрути Soft Clipper будет просто достаточно. Самое главное, не перегружать биты, пацаны. Всякие там супер-плагины, которые улучшают звук на мастере, это лишнее. Поверьте мне, это лишнее. Ничего нет на мастере. И Soft Clipper нет? Нет, ничего нет на мастере. Четко. А полная версия отдельного интервью с каждым продюсером будет доступна на моем Boosty. Бесплатно, без подписки, просто оно будет там загружено. И в Telegram-каналах самих продюсеров. Ссылки и на Boosty, и на каналы в описании. На чем ты больше всего концентрируешься? На создании лупов или битов? В основном я занимаюсь созданием различных сэмплов. Пишу лупы, гитарные лупы, аналоговый синтовые лупы. Соответственно, рассылаю все это по своим каким-то коннектам, контактам. Вообще у меня какого-то такого подразделения нет. У меня бывают периоды, когда, допустим, у меня вообще не идут мелодии. То есть я больше сосредотачиваюсь на ударной партии, то есть на драмке. А иногда наоборот. То есть мне хочется писать какие-то мелодии, и я пишу мелодии. И там, и там я работаю, и мне и то, и то нравится. Ну вообще большую часть времени я занимаюсь сэмплированием. Это как частичка моей души. Я очень люблю сэмплы, очень люблю резать их, чопать, что-то с ними делать прикольное. Потом делать на них биты, либо кто-то из моих близких делает биты, и мы это все превращаем в музыку. Плейсы делаем, и потом зарабатываем на этом деньги. На чем ты заработал больше всего денег? Больше всего я заработал денег, как ни странно, не с битов, а именно с лупов, потому что первоначально я позиционировал себя как лупмейкер, и до сих пор позиционирую. Очень много работаю над созданием именно мелодий, ну и, соответственно, больше всего денег приносит именно это. Ты сводишь биты? Я не свожу биты, я настраиваю просто баланс громкости, и мелодии я, конечно же, свожу, потому что мелодия без сведения не мелодия. Ты сводишь биты? Да, свожу. Какой твой любимый плагин? Мне нравится Vertigo VS, не помню, как называется, мастеринговый очень плагин. Он как сатуратор работает, он прям очень классную текстуру, короче, придает всей композиции. Прям классно. Ты же говоришь, что ничего, наоборот, получается, да? Не пи***ел, получается. Все звукори... Какой твой любимый плагин для мелодий? Для сведения мелодий? Эквалайзер или ревер. Так как я делаю гитарные мелодии, в основном, то есть записываю в живую гитару, то, скорее всего, самый любимый плагин и самый часто используемый плагин, это плагины, связанные с обработкой звука для гитары, то есть архитайп, кори вонг. Если отбросить гитару, мой любимый инструмент для написания мелодий, это, ну, наверное, аналог лап, потому что я очень часто использую в создании своих мелодий. Как много нужно тратить на создание хитового бита? В основном нет такого понятия, как хитовый бит. Вы можете открыть топ-чарт ВКонтакте и послушать первые 50 треков, и там не будет ни одного хитового бита. У них может быть просто какая-то простая драмка, простая мелодия, но это может быть хит за счет артиста. Поэтому не парьтесь и не думайте наперед, просто делайте то, что вам по кайфу. Если вам уже бит нравится, то это самое главное. Главное его заплейсить. А это сложнее всего. На самом деле написать бит, это лишь 10% от всей работы. В нашей индустрии сейчас очень много продюсеров, которые используют те же самые звуки, пишут похожие биты. И игра заключается в том, не кто напишет сколько битов, или кто круче напишет битов. Игра заключается в том, как человек продвинет себя, как он начнет позиционировать себя и продвигать себя. Сейчас продюсирование, музыкальный бизнес, музыкальный битмейкинг, музыкальный битмейкинг, да, состоит на 10% из написания материала и 90% из нетворкинга. И нетворкинг это большая углубленная тема, о которой можно сговоровать часами, днями. Основная работа заключается в поисках, коннект, в общении с артистами, в общении с продюсерами, в продвижении себя, как битмейкеры, как продюсеры. Постараемся вам в следующих видео об этом более широко рассказать, чтобы вы вникли в процесс, как все работает, как устроена индустрия сейчас. И научим вас работать, а не сидеть сложа руки. И теперь немного контекста. Однажды, когда я гулял в парке, меня узнал Даби. Мы списались в инсте, и он пригласил меня к себе на студию. Изначально я хотел просто снять интервью и пару разборов их работ. Но Илья предложил кое-что более интересное, и сейчас он вам все сам расскажет. Суть шоу заключается... Будем называть это все-таки шоу, короче, да? Короче, суть шоу состоит в том, чтобы показать вам, что можно просто вот так взять и выйти на западный рынок. Показать, какие действия для этого нужны, чтобы рубить бабло с западных артистов. С пацанами решили сделать реалити-шоу, как мы Стаса двигаем на запад. Думаю, выйдет клево. Смотрите следующий видос. И спустя почти месяц после старта работы у меня появился первый западный плейсмент. Думаю, неплохо для первого месяца. Посмотрим, что будет дальше. Подписывайтесь на всех подряд продюсеров, артистов и следите за ними. Условно у вас там никнейм «Березка Битц», и вам нужно срочно что-то с этим делать потом. ЕП, ой, фас, фас. Что-то хорошо, брат. У вас есть очень невероятный звук. Хорошо. Но «Мерседес» я себе куплю. «Мерседес»? Обязательно. Спасибо.